Почему люди должны, в принципе, верить в церкви? Есть какие-то основания для этого? Ну, не только церкви, но и Господу, конечно. Вера – это основная, это в Бога. Почему? Потому что, почему надо верить? Потому что без веры нет иммунитета духовного, и человек, который неверующий, он не может определить, где добро, где зло. Как иммунитет телесный определяет, это нужные микробы, это ненужные микробы, так и иммунитет духовный определяет вот это добро, вот это зло. Поэтому вера, она необходима, ну, как это было в не столь давние времена в Советском Союзе, идеология, она необходима и для человека, и для государства, и для семьи, для всего человеческого, так сказать, рода. И вера, она, конечно же, без дел мертва, то есть веру надо проявлять в делах. Просто сказать, что я верю в Бога, этого недостаточно, это только, так сказать, заявление о желаемом, так сказать, будущем. А воплотить эту веру в жизнь можно делами и необходимо, тогда вера становится живой. Почему мы должны верить Писаниям и преданиям, Священному Писанию, Священному Преданию, которые содержат, собственно, православную веру? Есть ветхозаветные части этой веры, есть новозаветные части, потому что человек без веры не может жить, и нет в этом мире ни одного неверующего человека, просто каждый верит в свое, и кто-то верит, не знаю, в какие-то там эгрегоры, кто-то в деньги верит, кто-то в связи, кто-то верит в паранормальные явления, но здесь смысл веры должен охватывать все, без исключения, моменты жизни, даже не человека и не природы, а всей Вселенной. Когда начинаешь спрашивать людей, ну, допустим, в экстрасенсорику верующих, а откуда появился человек, они не могут на это ответить, ничего. Когда спрашиваешь человека, который верит в эволюцию, откуда появилась жизнь на Земле, сама, собственно, Вселенная, он не может ответить ничего. Разговоры о Вселенском Великом Взрыве, они приводят нас к следующему вопросу, естественно, такому достаточно обоснованному, а что взорвалось и в чем взорвалось. Значит, до этого взрыва что-то еще было? Откуда это появилось? И так далее, и тому подобное. И только в православном, так сказать, мировоззрении есть ответы на все эти вопросы. Это первое. Второе – то, что человек без веры, он мертв. Он живет как животное, как растение, он живет по каким-то инстинктам. То есть у него нет высшей деятельности, той самой высшей деятельности, которая отличает нас от каких-то природных, так сказать, явлений. И в православии говорится то, что мы имеем равноангельское естество. Мало того, мы еще имеем и образ Божий внутри себя. То есть тот Дух Божий, который Господь вдохнул в Адама, он и в нас во всех человеческих натурах присутствует. И от нас зависит, как этот образ Божий мы используем. Образ Божий не может существовать без веры в того, с кого образ взят. И здесь мы опять приходим к вере. То есть как мы, смотря на фотографию своего, допустим, родственника, которого сейчас рядом с нами нет, как мы можем не верить, что он есть. Фотография-то есть. То же самое и здесь. Эта фотография, этот образ Божий внутри нас есть. И мы ищем этот образ Божий вне нас, чтобы с ним, так сказать, совместиться и жить по его правилам. Так как сам Господь создал все. Он и создал все правила жизни. Естественно, к ним и надо нам подойти. Почему писанием, именно этим писанием, а не каким-то другим? Потому что они, во-первых, подтверждены археологическими находками. И одних древних списков Священного Писания есть огромное количество. Около трех тысяч списков, например, Евангелия. Есть, например, такой древнейший Синайский кодекс Священного Писания, который и сейчас хранится в музее монастыря Святой Великой Мученицы Екатерины на Святой Горе Синай, который был в 325 году издан Константином Великим еще, царем Римской империи. Он написан золотыми буквами на пергаменте, и это все хранится, это можно просто взять, посмотреть. То есть это уже 325 год. А есть еще более древние переписи, так сказать, и евангельских текстов, и библейских текстов. Они ничем не отличаются от сегодняшних текстов. Поэтому мы на них и опираемся. И повторюсь, что в Библии, в Евангелии есть ответы на все вопросы. А вот в других религиях их нет. Например, есть религии, которые вообще Бога как существо не признают. Например, буддизм. У них Бога нет. То есть они верят в карму, они верят в сансару, они верят в перерождение. Когда спрашиваешь их, откуда все это появилось, весь этот механизм, им нечего ответить. Они не знают. Поэтому у нас вера наша является самой полной, самой насыщенной, так сказать, духовной, мировоззренческой позицией, которая объемляет всю Вселенную и все, что в ней происходит. В других это в укороченном варианте, скажем так. То есть вы должны это просто принять, да? Выбор за каждым человеком. Выбор дается Богом. То есть Господь дает выбор каждому из нас и уважает этот выбор. Поэтому Он никому себя не навязывает. И тот человек, которому это близко, кому это родственно, именно вот это мировоззрение, он его, естественно, принимает. Тому, кому оно не близко, он его не принимает. И в Евангелии мы очень просто читаем, что я принес свет в этот мир. Тот, кто любит свет, к нему идет. Тот, кто любит тьму, убегает от этого света. То есть, собственно, словом «свет» подразумевается эта вера христианская, содержащаяся в Священном Писании, в Священном Предании. И в тех поучениях, и апостольских, и прочих, которые нам переданы из поколения в поколение. Ведь вере православной две тысячи лет. Не надо об этом забывать. А если к ней еще присовокупить веру в Ветхозаветную, там еще несколько тысячелетий можно прибавить. Что более древнее, я даже не знаю, есть ли более древнее. Обязательно ходить в храм. Понимаете, есть такие слова святых, что и бесы верующие. То есть, духи злобы, они тоже веруют в Бога. И трепещут. То есть, они боятся его страшного суда и наказания. Поэтому, конечно же, веру свою надо проявлять. Если мы христианами называемся, то мы следуем за Христом. Берем с Него пример. Если сам Христос ходил в храм, будучи и отроком, и уже взрослым человеком, он ходил в храм и на праздники приходил, и проповедовал в храме. И, конечно же, все помнят даже тот случай, когда он из храма по ревности и любви к Богу Отцу он изгонял продающих, купующих и прочих, которые не молились в храме, а занимались своими делами. То же самое и мы сейчас должны, повторяя за Господом Его путь, и мы должны ходить в храм. Без этого нельзя. Мало того, откуда, собственно, сам храм Божий здесь, в этом мире появился. Это же откровение Бога было, пророку Моисею, как создать храм. Что должна быть святая и святых, алтарь, что должно быть помещение храма, жертвенник, престол, семисвечник и прочее. Все это соблюдается оттуда, из откровения Моисея пророку. И сейчас мы точно так же в такой же храм ходим. Главное и принципиальное отличие православной религии от других христианских течений. Непрерывность ее существования. То есть, как Христос создал церковь, и в Евангелии мы просты, его слова читаем. «Я создал церковь, и врата ада ее не одолеют». То есть, она будет от пришествия Христа, первого пришествия, до его второго пришествия существовать. Поэтому всяческие христианские течения, которые появились не во время Христа, его жизни земной здесь, они являются непоследовательными течениями. То есть, у них нет цепи такой передачи от апостолов к ученикам, от учеников к ученикам. У нас эта цепочка сохраняется от самого Христа и от апостолов в христианской православной церкви. В других христианских конфессиях этого нет. А какие существуют другие конфессии? Ну, если говорить о тех, которые не имеют вот этой преемственности, это протестанты, которые появились там в 17-18 века, и различные их течения протестантские. Это и баптисты, и адвентисты, и прочие-прочие конфессии, которые были позднейшими, так сказать, уже появившимися. Да и сейчас их около 400, по-моему, сект христианского толка. Но есть еще и католичество, собственно, из которого произошли эти все следующие ответвления. Но католичество – это другая уже, так сказать, стезя. Это то, что произошло в 1056 году, когда был раскол христианской церкви на два течения – на православное и на католическое. Это уже другая тема беседы, скажем так. – Кто такой Господь? – Значит, кто такой Господь? Конечно же, под словом «Господь» мы подразумеваем Господина, который не только Господин над каким-то коллективом или над какой-то общностью людей, который Господин над всей Вселенной. И вообще все, что мы только можем видеть и слышать и ощущать в этом мире. И Господь – это тот, который не только Господин над этим всем тварным миром, но Он и Создатель этого тварного мира. И, конечно же, за словом «Господь» подразумевается Святая Троица. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Святой Дух. Мы именно Ему поклоняемся, и в Него мы и крещены, собственно, Святой Троицу. – А когда мы молимся, вот мы называем там «Отче наш». – Бог – Отец. «Отче наш» – это Бог – Отец. – То есть, а если я к Господу обращаюсь, то это я обращаюсь ко всем тварям? – Да, да, Господи. А если Господь – Иисусе Христе, то мы обращаемся ко второму лицу Святой Троицы. А если Души Святые, Дух Святый, мы обращаемся, естественно, к Божьему Духу Святому. Царю Небесный, утешитель Души истины. Это Дух Святой. Что такое святость? Святость – это состояние, прежде всего, Души человеческой, которое стремится к тому, чтобы приблизиться к первообразу своему. То есть, так как мы созданы по образу и подобию Божию, то, естественно, и желание приблизиться к этому первообразу. И вот состояние святости – это то состояние, когда человек достиг этого в какой-то мере. Конечно, не на все 100% это невозможно, но в какой-то мере он достиг и очистил тот первообраз, который внутри нас, в каждом из нас заложен. Но у кого-то он загрязнен страстями и какими-то поступками, делами греховными, а кто-то, наоборот, его очищает. Ну, представьте, вот иконочку, да, на ней изображен Господь. Если ее неподобающим образом хранили, то или там еще кто-то и осквернял, как во время гонений на церковь и расстреливали из пистолетов ее, то, конечно, этот первообраз начинает, как бы, части утеряны становятся на этой иконочке. Но ее можно восстановить, можно реставрировать, и тогда первообраз опять появится. Вот то же самое душа человеческая. Она иногда забросана грязью греховной, иногда информационными потоками расстреляна буквально душа, и человек даже не понимает, что происходит, где вверх, где низ, где хорошо, где плохо. Когда говорят на черное и белое, на белое и черное, у человека стресс информационный создается. Это тоже пули, так сказать, в сторону того образа, духовного образа, который в душе человеческой содержится. И так далее. И это все уничтожение первообраза в душе человека. А есть другой процесс, когда восстановление этого первообраза происходит усилиями, естественно, принуждением и очищением. И вот тот человек, который этот путь прошел, святыми мы, так сказать, признаем людей уже по их кончине, то есть при жизни никто к лику святых не причисляет. По кончине того или иного святого мы причисляем их к лику святых по совокупности тех качеств, которых они достигли. Вот достижение их души, вот такого чистого образа Божия, выражаемого в различных чудотворениях, в различных добрых делах, в различных внешних и внутренних качествах, которые очень ярко видны, в том числе даже и мироточении, как святитель Николай, например, его мощь до сих пор мироточит, или Нил Мироточивый. Вот это как раз и присовокупляет их к святым. Вы можете пояснить, что такое спас и что такое стяжать Дух Святой? Дело в том, что стяжать Дух Святой можно только тем путем, который сам Дух Святой, собственно, и дает ищущим Его. Ну, как можно научиться математике без учителя? Если вам дадут сейчас, например, какой-нибудь учебник высшей математики с матричным или интегральным счислением без преподавателя, я сомневаюсь, что вы его вообще поймете, о чем там речь, и уж точно не сможете пользоваться этим. А здесь более сложные моменты. Стяжание Духа Святого возможно только при содействии Духа Святого. Соответственно, Он оставил нам ту, как вы называете, систему стяжания благодати Духа Святого, которая передана как раз в Священном Писании и в Священном Предании, в поучениях святых отцов, в поучениях старцев. Вот тот человек, который следует этим поучениям совокупности, он и стяжает Духа Святого. Но так как Дух Святой есть тоже существо разумное, то есть это не какая-то энергия, это не какое-то там непонятное какое-то, так сказать, образование вселенского масштаба. Нет, это существо, это Бог, Дух Святой, имеющий свою волю, свой разум, свои какие-то, ну, так сказать, пожелания, если это можно в человеческом, так сказать, сформулировать образе. Так вот, Он приходит только к тому человеку, который Ему угоден. Ну, как нам, например, трудно общаться с человеком, полностью опустившимся. Ну, с бомжами. От них запах, от них, так сказать, грехи, от них там и воровство, и непонятно что, да, мы стараемся от них, так сказать, отдаляться. Вот точно так же от нас отдаляется Господь, если мы грешим. И наоборот, если мы своими добрыми делами показываем свою любовь к Богу, то, конечно, Господь к нам приходит. Там, где любовь, там есть Бог. Вот по поводу Спаса я его не изучал, эту систему, так сказать, и не могу конкретно разобрать по полочкам, какие там есть плюсы и минусы, но так как это не дано Богом, это не оставил эту систему Господь Иисус Христос. Это люди придумали. А если люди это придумали, то, значит, это человеческое изобретение, и, значит, оно с изъянами. Лишь то, что дано самим Богом, оно без изъянов. Сам Господь без изъянов, безгрешный. И, соответственно, все, что Он даёт, тоже без изъянов. Вот здесь мы должны опираться именно на этот критерий, что надо брать лишь то, что дано самим Богом. Есть такой элемент, как показательная святость. Люди, проходя или проезжая мимо храмов, крестятся в автомобиле, очень видно. Стоит ли это делать? Правильно это или нет? Ну, если человек едет один в автомобиле, кому он показывает? Никому. Это его желание перекреститься на храм. Это благочестивое желание. И это люди не святые. Можно назвать их благочестивыми в какой-то степени, потому что, конечно же, есть такое правило, когда ты мимо храма проходишь или проезжаешь, поклониться, перекреститься, поклониться храму Божию. Показать свою любовь и благоговение пред этим Домом Божиим. В этом плохого ничего нет. Раньше люди даже не задумывались об этом. Это сейчас, это как-то дико, после советских времен гонений на церковь. Все это для вот этих новых поколений, выросших вне православных традиций, оно это как-то неудобно и непонятно, и не совсем, так сказать, как-то комфортно себя чувствует. А раньше это было естественное желание, естественные привычки, с детства заложенные. И к этому надо возвращаться. В этом нет святости, в этом есть благочестие. Как узнать, кто мой амбистовый покровитель? Есть такая возможность? Ну, каждый из нас носит имя данное при крещении, и это имя некогда носил тот или иной святой угодник Божий. Есть месяцы слов, и там есть на каждый день того или иного месяца, тот или иной день, значит, есть перечисление святых угодников Божьих, поминаемых в этот день. Так вот, если вы знаете, когда вы родились, вы знаете свое имя при крещении данное, то первый святой от того дня рождения, который будет в этом месяце слой, это и есть ваш святой покровитель божественный. А по поводу Богородицы, она покровительница всех православных христиан, потому что она Матерь наша. Ее Господь Сам избрал для своего рождения и таким образом предуказал всем нам Матерь не только Божию, но и всех нас православных. Батюшка, а что такое святцы? Святцы – это и есть как раз перечисление имен святых угодников Божьих. Посмотреть по святцам мои именины. Это вот так звучит. Ну, то есть тот самый месяц слов, в котором перечислены имена святых. Вот посмотрел, допустим, человек святцы и понял, что при крещении имени соответствуют Писанию, да? Нужно ли перекрещиваться? Значит, понятия перекрещиваться такого даже нету самого термина – перекреститься. В народе бытует. В народе много чего бытует. Поэтому, конечно, мы должны опираться на учение церкви, а не на народную молву. И человек, крестившийся с тем именем, которое ему было наречено во время крещения, он это имя носит в течение всей своей жизни. Другое дело, что много есть святых с одним и тем же именем. Там есть Екатерины, там, и великомученицы Екатерины, и преподобные Екатерины, и другие Екатерины. Поэтому здесь можно подобрать того человека, который святого, угодника Божия, который максимально близко к дню рождения вашему подходит. Его имя, собственно, вы и носите. Можно так определить это. Что такое неусыпаемый псалтырь? Значит, ну, что такое псалтырь царя Давида, я думаю, все знают. Это такое величайшее духовное произведение, в котором молитвы покаянные, молитвы восхваления Господа и прочее. Такое молитвенное богословие, собранное в ветхозаветные еще времена царем Давидом. Оно до сих пор, мы его используем и в богослужении, и в молитвах домашних. Например, утром мы читаем 50-й псалом царя Давида. Значит, вот неусыпаемый псалтырь – это чтение всей псалтыри непереставаемой. То есть все 24 часа в сутки сменяются чтецы, естественно, и читают, читают псалтырь о здравии или о упокоении кого-либо. Такие вот чтения есть в некоторых монастырях, где позволяет количество братьев, чтобы можно было распределить между братьями, ну, там, два часа тебе, два часа тебе, два часа тебе. И так вот все 24 часа были распределены, потому что, конечно же, послушание много у монахов, и, естественно, кроме чтения псалтыря, они бы еще чем-то занимаются, еще несут какие-то послушания. И полностью 24 часа в сутки читать псалтырь никто не сможет. Поэтому неусыпаемый псалтырь, ну, я знаю, есть в Диевеево, например. Там читают матушки. У вас в монастыре можно заказать неусыпаемый псалтырь? У нас пока такого нету, потому что еще братьев недостаточно для чтения неусыпаемого псалтыря. Это, ну, большее количество братьев или сестричество необходимо. Ну, в Диеве, например, 800 сестер, там вполне это реализуемо. У нас это пока не хватает сил на то, чтобы это воплотить в жизнь. Для чего в храме подаются написки и семинары? Значит, ну, все, наверное, так сказать, у всех на слуху, что в храме подаются записочки простые и записочки заказные. И те, и другие записочки поминаются в алтаре, естественно, во время службы. Но есть записки, вот, как раз заказные, которые еще с выниманием частичек. Поэтому они называются заказными. То есть за каждое имя священник во время парскомидии в алтаре вынимает, на жертвеннике вынимает частичку за каждое имя. Эти частички потом в процессе богослужения опускаются в кровь Христову, в чашу, из которой все причащаются. И, соответственно, омывается и каждый человек, имя, которое было упоминаемо, на проскомиде омывается кровью Христовой. Это самое величайшее из всего, что мы можем сделать для каждого из людей. То есть омыть его грехи кровью Христовой во время литургии. Это заказные, простые записочки, они просто вычитываются в алтаре или священниками, или по послушанию, кому это, так сказать, благословляется. И во время службы, во время их тени о здравии, о упокоении это все упоминается. Что означает обряд зажигания свечей в храме? Ну, это древняя традиция, так как раньше не было электричества, не было там газа, ничего таких, так сказать, технических новшеств не было. И освящение было свечное в храмах, в монастырях. Естественно, на это использовались свечи восковые, раньше парафина не было, так как нефть никто не добывал. Поэтому свечи были единственной возможностью осветить храм во время службы. И вот эта традиция пошла, чтобы в память о том или ином своем родственнике, о здравии или о упокоении, поставить свечу в храме, дабы осветить храм. А Господь, видя такое усердие к храму Божию, воздает тому, за кого эта свеча поставлена. Так и сейчас это все происходит. Это жертва Богу в храме Божьем. Нельзя в храм вносить свою, так сказать, какой-то огонь. Так как в храме, например, в нашем храме огонь, от которого зажигаются лампады, свечи, он привезен с Пасхи, с схождения благодатного огня на гробе Господнем. Я знаю, во многих храмах именно так и происходит. И, конечно же, человек, который сам, так сказать, дерзает зажигать огонь в храме, он может быть, так сказать, отвергнут Господом этот дар, потому что без благословения священнического нельзя ничего в храме делать самовольно. То есть это в своей воле. Только священник, если благословит, тогда это возможно. А так вот прийти, ну, если я приду к вам в дом и начну там что-то зажигать, что-то там переставлять, вы, ну, по меньшей мере, удивитесь. Потом спрашиваете, а ты кто вообще? На каком основании ты тут хозяйничаешь? То же самое и в храме Божьем. Должны быть, ну, поддерживаем те традиции, которые испокон веков идут. Здесь надо просто по благословению. Если, ну, нет чего зажечь, ну, попросите у кого-то в храме, в любом случае кто-то находится, как можно зажечь. Вам подскажут. Если вдруг взрослый человек осознал, что он не крещен и пришел к этому самостоятельно и решил это сделать, как это сделать правильно? Значит, конечно же, это очень правильный, так сказать, шаг в жизни, потому что человек, понявший, что ему необходимо креститься, в любом случае он призван Богом. То есть, сама эта мысль не могла родиться в голове у человека без того, чтобы Господь эту мысль ему не вложил в душу. И для того, чтобы правильно сделать таинство крещения, совершилось бы с этим человеком, ему обязательно надо прийти в храм, в любой храм, пройти собеседование, потому что, как правило, такие люди ничего не знают, ничего не понимают, и вот, ну, как младенцы, их надо кое-чему хотя бы минимально научить. И для этого собеседование, установленного во всех храмах, ну, в каждом, в свой день, в свой час, надо прийти на собеседование, на собеседование все, что скажут, так сказать, воспринять, может быть, какие-то еще дополнительные вопросы задать, разобраться полностью, и тогда уже провести чин крещения. Они вдруг осознали, что церковь не является канонической, и приняли решение вернуться в православный храм канонический. Как это можно сделать? Для тех людей, которые были крещены не в православной церкви, есть определенный чин воцерковления, или миропомазания, или полностью крещения, это зависит от той конфессии, с которой они приходят в православие. Для того, чтобы они сделали все правильно, они должны прийти к священнику, в храм, все сказать ему, вот как, так сказать, все произошло, как получилось, и священник сам им подскажет, какой дальнейший путь, дальнейшие шаги, что им надо сделать, чтобы воцерковиться в православной церкви. Это несложно. В каком возрасте можно крестить детей? Крестят детей, прям вот буквально от того, как он родился, и уж там дальше, в зависимости от ситуации. Мне приходилось крестить детишек даже в роддоме, буквально в кюветах, как их называют, недоношенные, настолько маленькие детишек, под страхом смерти, чтобы можно было за них уже молиться, чтобы они были крещены, чтобы у них было имя. Я приходил по просьбе родителей и вот в таких кюветах, как в барокамерах каких-то, крестил этих младенчиков. Ну, слава Богу, все вроде с Божьей помощью выжили, и сейчас ходит в церковь с Божьей помощью. Поэтому крещение, оно ничем, так сказать, не определяется по времени. Это все зависит от желания и, ну, каких-то обстоятельств, естественно, как это всегда в нашей жизни. Обязательно ли все время носить нательный крестик? Конечно же, тот крестик, который дан человеку в момент крещения, он является особенным крестиком. Это память об этом событии. Ну, как мы помним, свой день рождения по плоти от матери, и так мы должны помнить свой день рождения по духу от крещенской купели. И, конечно же, этот крестик – это такая вот святыня, данная именно в момент этого рождения духовного, в момент крещения. Его надо хранить, носить. Ну, если вдруг по какой-то причине он потерялся, ну, ничего, так сказать, уж сверх такого страшного не произошло, крестик, надо прийти в храм, купить освященный крестик и опять носить крестик. Без креста ходить ни в коем случае нельзя, так как крестное знамение нас защищает от нападок бесовских и злых людей и прочих всяких наваждений. Из чего должен быть изготовлен нательный крест? Нательные кресты по традиции церковной изготавлялись и сейчас изготавляются из любого материала, ну, так сказать, разумного, который достаточно долговечен. Это может быть дерево, это может быть камень, это может быть любой металл. Были даже и кожные кресты в каких-то моментах. То есть здесь нету каких-то таких ограничений, поэтому можно из любого материала иметь крест. Другое дело, что, насколько он удобен на теле носить, для ношения на теле, это уже каждый для себя выбирает сам. Но основным критерием это является освященный крест или неосвященный. Если он неосвященный в церкви, это всего лишь, так сказать, украшение в виде христианского символа, но не крестные знамения. В полном смысле этого слова с той силой духовной, которой он обладает после освящения. Поэтому можно купить крест не обязательно в храме, можно и где-то и в другом месте купить, но обязательно его надо освятить для ношения на теле. Мишка, а в чем сила креста? Сила креста идет от того момента, евангельского момента, когда Господь был распят на кресте ни за что. И это действие распятия Господа на кресте привело к спасению всего рода человеческого. То есть крест являлся на тот момент орудием спасения человеков. Казалось бы, это орудие убийства Римской империи, на котором многие люди были казнены. Но в смысле христианском это орудие убийства Христа через его кровь, через его святость, божественную святость было освящено самим Господом. И дано нам как орудие против бесов и против самой смерти. Так как крест теперь является символом уже не смерти, а символом жизни. Почему мы его на себе и носим? То есть его сила в божественном освящении Богочеловеком, распятом на нем. Значит, по поводу того, что крестить детей в младенчестве или в совершеннолетии, они сами пускай выбирают и крестятся. Но это совершенно неразумный подход, на мой взгляд, потому что если так рассуждать, то тогда их не надо учить вообще ничему. Вот они бегают на четвереньках, вот они вырастут и поймут, удобнее им ходить на двух ногах или на четвереньках продолжать бегать. Чего вы им навязываете? И зачем тогда математике, русскому языку, физике, химии учить в школе? Вот они вырастут, станут взрослыми, поймут, нужна им эта математика, физика, химия, русский язык или нет. И сами выучат. Тогда зачем их учить нравственности, добру и всему, что, собственно, учат родители, чему учат? Зачем их учить, как правильно держать ложку в руке? Может, им это навязывание? Может быть, им это неудобно? Может, им лучше, так сказать, лакать, как собачки? Вы понимаете, мы... абсурдность этого подхода. Родители всегда детям навязывают то, что родители видят, будет на пользу ребенку и полезно в течение всей его жизни. Если этого обучения не будет, то тогда ребенок вырастает, как дикорос, ну, как маугли, фактически. И он даже в этом случае, когда, ну, были же такие случаи в жизни, находили детей в джунглях, они бегали на четверенниках, они разговаривали на языке обезьянам и ничего не понимали. Причем, что самое страшное, если до семи лет их не находили, то потом, после семи лет, человек уже не способен полностью переучиться. Поэтому до семи лет желательно вложить христианские основные принципы жизни. Принципы любви, принципы доброты, принципы милосердия, принципы послушания родителям и прочие принципы, которые заложены православным, вероучений. Если этого вы не сделаете, то потом уже поздно будет, потом этот человек будет сопротивляться, потом в него уже будут вложены другие принципы. Человек не может быть пустым и ждать, когда вырастет. Есть поговорка хорошая, свято место, пусто не бывает, и этот ребенок из мультиков, из фильмов, из общения со своими сверстниками, он наберется непонятно чего. Вместо того, чтобы эту душу заполнить правильными принципами жизни, она будет заполнена мусором, непонятно где собранным ребенком. Поэтому здесь это родительская, так сказать, необходимость, чем раньше, тем лучше вложить христианские принципы жизни в душу ребенка. Зачем нужны крестные? И кому они нужны? Конечно же, они нужны тем детишкам, которые еще не научены православным традициям. И крестные, они отвечают пред Богом именно за то, чтобы дети понимали христианские символы, дети приучились к этому, это вошло у них в привычку, и они радовались этому. Для этого крестные нужны. Конечно же, исходя из этого, крестные нужны детям, а взрослым крестные же нет необходимости иметь, потому что там человек сам уже образуется, сам уже читает, сам уже набирается опыта и знаний православных, и ему крестные же нет необходимости иметь. Хотя, если есть желание, можно взять крестную и взрослому. По церковным канонам крестными могут быть неблизкие родственники, там, по-моему, после третьего колена разрешается. До этого, так сказать, не разрешается быть крестными, чтобы плотской связи было, так сказать, минимум между детьми и вот крестными. Только духовные связи. Но в крайних случаях, когда совсем некому быть, тогда разрешается в крайних случаях крестным быть и уж тем, кто есть. Как распознать человека с нечистым духом в душе? Очень просто. Всё православное его будет раздражать, всё православное его будет отталкивать. Ну, как вот тьма бежит от света, так человек, имеющий, так сказать, внутри вот такой бесовской духовное устроение, он будет бежать от всего, что связано с христианским православным миром и жительством. И, ну, святыни, то есть к причастию бесноватые подойти практически не могут. К святыням, к святым мощам, к крестам, к Евангелию им очень трудно подойти, их всех корёжат. Ну, и, естественно, все их, так сказать, поступки, если они не верующие, не христиане, а ещё и движимым духом вот таким бесовским, они очень будут, так сказать, противоречить христианским образом жизни. А существуют способы изгнания? Ну, это и в евангельском тексте мы видим такие моменты, когда Господь сам изгонял одним словом, изгонял бесов из людей. И в одном из случаев с Гадаринским бесноватым легион бесов вышел из одного человека, вселился в стадо, более двух тысяч свиней в стадо этот легион бесов вселился, и они все попадали в море, потому что взбесились и просто сгинули в Галилейском озере. Зато этот человек стал разумным и стал человеком, потому что это он ввел себя хуже зверя. И сейчас есть чин отчитки бесноватых, который как раз призван для того, чтобы изгонять бесов из людей. Это есть и сейчас. В народе говорят, что чин отчитки имеет право только один священник в Русской Православной Церкви, отец Герман. Правда это? Можно ли кому-то еще этим заниматься? Чин отчитки читается тем священникам, у которых есть благословение на этот чин, так как это накладывает очень большие трудности, скажем так, духовного характера на этого священника. То есть он должен быть очень строгой в духовной жизни. То есть он должен поститься, причащаться как можно чаще. Молитвенные правила у него должны быть больше, чем обычные. потому что тебе, с которых он изгоняет, естественно, они к нему будут приставать и его будут всячески пытаться от этого чина отчитки отстранить. То есть, ну, как на войне. Тот, кто вышел на бой, на того и нападает. Поэтому не каждый священник читает эти чины отчитки, а лишь те, которых благословлено, ну, в том числе, отец Герман. Вы сказали, что надо все время носить нательный крестик. Креститься без крестика можно или нет? Конечно же, можно и креститься, и войти в храм без крестного, телесного и крестного знамения, нательного креста. Но вот здесь можно вспомнить русскую поговорку, которая определяла людей, которым нет доверия. Креста на тебе нет, обычно говорили на Руси тем людям, которым не доверяли. Вот человек без креста надельного, вот он подпадает под эту нашу русскую поговорку, и, конечно, чем быстрее человек оденет крестное знамя на себя, тем лучше для него, тем быстрее он будет защищен от нападок бесовских и злых людей. Но в храм и креститься, конечно, все это можно делать. Войти в храм и покреститься, никаких проблем в этом нет. Батюшка, как в современном мире уберечься от греха, ведь вокруг такое количество соблазнов? Современный мир, конечно же, утопает во грехах, и сам Господь в Евангелии сказал такую удивительную фразу, когда приду судить мир, найду ли веру на земле? То есть для многих людей это является, так сказать, открытием, но мир не прогресс развивает, а регресс. И чем дальше мы отдаляемся от времен жизни, земной жизни Иисуса Христа, апостольских деяний, тем меньше в этом мире остается истинных верующих. То есть происходит такая деградация, такая морально-нравственная всего человечества, которая, собственно, приведет к концу света. Когда полностью иссякнут силы духовные человечества, тогда Господь прекратит жизнь человечества в том мире, который мы сейчас все знаем. Как уберечься от разрастания этой греховности? Ну, мы помним библейский образ, когда праведный Лот со своим семейством жил в пяти городах Содомских и Гоморских, полностью погрязших грехах. То есть там и до сих пор называется грех садомитским. И помним, что Господь сжег эти города огнем именно за эти грехи. Но Лот был чист и праведен среди этого. Как они сохранились? Только промыслом Божиим, помощью благодати Божией, молитвами и верою. То есть вера, она дает тот внутренний духовный иммунитет, который защищает нас от греховности. Если веры нет, молитвы нет, добрых дел нет, то ничто человека не защитит от развращенности греховной, и рано или поздно человек погибнет в этом. Многие говорят верую, но в храм не хожу. Это нормально? Человек, который говорит, я верю и Бога в душе имею, но в храм не хожу, он сам себя обманывает. Во-первых, эта фраза пришла к нам из протестанства. У них нет икон, у них нет причастия в том смысле, которое есть в православе, у них нет священства, нет епископов, у них нет постов, у них ничего практически нет. Вот эти люди, которые так заявляют, они похожи на протестантов уже, хотя считают себя православными. И, конечно же, они противоречат даже Евангелию. Если сам Господь Иисус Христос ходил в храм, будучи безгрешным, будучи Сыном Божиим, Он ходил в храм регулярно, как же эти люди себя считают выше Христа, чище Христа, более благодатными, более безгрешными, что ли? То есть, Господу, Он прям даже фраза такая, Он в отрочестве пришел в храм Соломона и находился там, и когда родители его там нашли, три дня искали его, Он как бы пропал и там остался. Спросили, почему ты так сделал? Он сказал, мне должно быть в доме Отца Моего Небесного. То есть, Господу Иисусу Христу должно есть быть в храме Божием, а нам, значит, не должно. Мы что, выше Христа, что ли? Так рассуждают. Да мы грешнейшие, и нам ли не спешить в эту лечебницу духовную, храм, дом Божий, чтобы очистить свою душу от грехов, чтобы исцелить ее от страстей. Конечно же, это все равно, что раковый больной говорит, а я вот верю, что я здоровый, и никакой хирург мне не нужен, и лекарства мне не нужны. Что с ним будет? Да он погибнет. Он просто будет съеден изнутри раком. Все. То же самое происходит с каждым человеком, который отвергает благодать Божию, таинство Божие, храм Божий. И все учения Божие, которые содержатся в православной церкви, если он это отвергает, он отвергает все эти лекарства. Это же Господь нам оставил как лекарство для исцеления. Больной без лекарств гибнет. Отец, и мне не скажите, а кто признает православное течение? Какие конфессии признает наше течение? И кого мы, скажем так, признаем? Дело в том, что нас, ну как могут католики нас признавать, если они с нами воевали? Да, мы помним и крестовые походы, мы помним и Александра Невского, который, собственно, с крестоносцами воевал, а ведь это был крестовой поход на Русь, именно католиков. Поэтому признать нас за истинную веру, это значит прийти к нам и стать православными. Так как никто в православие не переходит ни из католичества, ни из протестантизма, ни из других конфессий, значит, они нас не признают как истинную веру. То есть, они нас считают схизматиками, еретиками. А мы, в свою очередь, кого признаем? Эта анафема, которая была в 1056 году, взаимоположена друг на друга. То есть, православная церковь обвинила римскую церковь в ересе католичества, а католичество также обвинило православную церковь в ересе, хотя у нас как раз ничто не изменилось. Собственно, вся ситуация произошла из-за того, что у католиков был изменен символ веры, так называемая часть символа веры, филиоквия, которая до сих пор изменена. И пока она не вернулась к тому состоянию, которое было после семи вселенских соборов, мы не можем их признать. Они изменили символ веры, и это отступление. Почему армянская церковь, будучи православной, не является экономической? Потому что у них существует монофизитская ересь. Дело в том, что был один из вселенских соборов, посвященный ереси монофизитства, и в этот момент армяне воевали с Персией и не могли прибыть на Вселенский собор в связи с тем, что была война, и они просто через Персию проехать не смогли сюда, их посланцы. Поэтому они так и остались в этой ереси, неизмененной. Поэтому здесь вот эта еретическая составляющая не дает нам соединиться с ними, чтобы стать им православными, скажем так. Сейчас появились такие новые современные опции, как онлайн трансляция богослужений. Как Вы относитесь к этим процессам? Ну, сейчас появились не только онлайн богослужения, сейчас появились и молитвы утренние-вечерние на дисках или на флешках и прочие акафисты песнопения, то есть можно вставить их буквально найти в интернете и прослушать. Сейчас очень много всего такого, и там сайты есть той или иной епархии, того или иного храма или монастыря, где можно ознакомиться с монастырем, с храмом, с епархией. Но, конечно же, это всего лишь ознакомление. Это не жизнь в храме. Это мы лишь информационно знакомимся с этим местом. А чтобы воспринять благодать, надо участвовать в таинстве. Ну, допустим, в таинстве литургии. Мы должны присутствовать там, мы должны иметь вот эту соборную молитву, мы должны прикладываться к кресту, мы должны причащаться. Как онлайн можно причаститься, ну, такого не было и не будет, я думаю, никогда. Вот, поэтому, конечно же, невозможно онлайн, так сказать, покреститься, онлайн исповедаться, причаститься. Невозможно это. Конечно, это есть в этом польза, как, ну, например, для инвалидов, которые не могут по своей немощи оставить квартиру там или какую-нибудь там больничную койку и прийти в храм во время Пасхи там или еще либо в каком празднике. Но участвовать в богослужении необходимо лично, не в онлайн режиме, а лично, так сказать, телесно присутствует там. Поэтому здесь мы можем и молитвы прослушать, если, например, нет возможности молитвы, на и правило, прочитать вечером, потому что ты возвращаешься поздно, взял наушники, прослушал его, когда ты так сказать в электричке, например, находишься. Это тоже будет так сказать молитвенное правило, но настолько, насколько ты будешь глубоко слушать это, не отвлекаясь. И молитва, которая читается человеком или которая слушается, они, конечно, разнятся по качеству. Здесь, я думаю, все-таки нужно участие во всем. И в молитвах, и в богослужениях, и в таинствах. Но вы не против трансляции? Я не против трансляции, но ее надо использовать как дополнение к основной жизни внутри церкви. Знаешь, конечно, есть очень пикантная тема. Девушки и женщины бывают иногда в особенных положениях, но при этом стараются прийти в храм, хотят прийти в храм. И вот духовенство делится на две части. Кто-то говорит, что этого делать нельзя, кто-то говорит, что физическая жизнь не имеет никакого отношения к духовному? Значит, по поводу критических дней жизни женского пола есть конкретные церковные традиции, что женщина в этом состоянии, она не должна прикладываться к святыням, но в храме она может находиться и стоять в задней части храма. В этом нет никакой, так сказать, тайны, причем тут священники, не священники. Это четкий канонический подход в церкви православной. Она не может участвовать в таинствах в этот момент, но в молитвах. Как химна? Ну, в таинстве причастия. Например, она не может причащаться. Вот, соответственно, ну, соборование. Поэтому она может стоять молиться, но в таинствах участвовать не может. Она может исповедаться даже, но приложиться к кресту и к Евангелию ей в этот момент нельзя. А свечку она может послать? Свечку лучше передать, свечку. Дать, зайти в храм и свечку через каут. Записки написать? Записочки, да. Как церковь относится к преступникам? Как к первым, кто вошел в Царство Небесное. У него вошел преступник. Если мы читаем евангельское повествование, когда Господа распинали, то мы видим, что справа и слева от него висели два преступника, осужденных, так же, как и Господь на смерть. Но если Господь был без греха и его осудили по клевете и зависти, то этих преступников осудили по заслуге. И преступник, висевший справа от Господа на кресте, он так и говорил, что своему другу слева висевшему и хулившему Господа, чего ты его хулишь? Мы-то по заслугам получаем, он-то безгрешный, его ни за что осудили. И в этот момент он покаялся, сказал, помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. Господь ему ответил, ныне со мной будешь в раю. И на основании этой фразы мы понимаем, что первым, кто вошел в Царство Небесное, был этот преступник, покаявшийся на кресте. Но преступник преступнику рознь. Тот, который слева висел от Господа, не покаялся и пошел в ад. Поэтому как и в жизни каждого человека, в том числе и у преступников есть вот эти две стези. Стези покаяния и стези пребывания во зле. Тут надо четко понимать, и каждый из людей, в том числе и в преступном сообществе, должен знать, что рано или поздно придется давать ответ за свои поступки. Какое вы совет дадите людям, которые так или иначе соприкасаются с преступным миром? Вы знаете, вот есть болезни телесные. Как мы относимся к людям, которые болеют, ну, допустим, хромают, или там без рук, без ног, или у них там отсутствует разум, да, психиатрически больные, так сказать, люди. Мы к ним относимся с пониманием и с жалостью, значит, с любовью. Вот преступники, на мой взгляд, они тоже являются в какой-то степени больными людьми, потому что у них какой-то перекос в какой-то из моментов жизни произошел перекос в их душе, который привел их на эту стезю. И в дальнейшем он только усугублялся, этот перекос. Конечно, их жалко, прежде всего, жалко, потому что они живут вот без того счастья, которое могли бы иметь в жизни, как обычные люди. Но, с другой стороны, конечно же, им надо всегда напоминать о ответственности. Бог есть любовь, но Бог есть и правосудие, от которого никто никогда не убегал и не убежит. Это надо помнить. И вовремя воспользоваться любовью Божией, не подпасть под его правосудное наказание. Тем, кто закончил жизнь самоубийством, нельзя поминать в церкви, нельзя подавать записки, ставить свечи. Как правильно поступать? Канон церковный предписывает всех самоубийц, за исключением определенных моментов, связанных с психиатрическими какими-то болезнями, всех самоубийц мы не поминаем, так как они выбрали свой путь без Бога. Так как жизнь дарована Богом, всякий человек, который эту жизнь сам у себя отбирает, он отказывается от этого дара Божьего, значит, и от Господа отказывается. Соответственно, как за него молиться, если он сам не хочет быть с Богом. Здесь в церкви не молятся за самоубийц, и только родственникам в домашних молитвах разрешается читать псалтырь о них. Вот, собственно, так. Если человека довели до самоубийства? Здесь, опять же, вот этот момент, который очень сложен, индивидуален и субъективен. Обстоятельства, деньги, работа. Как это мы сможем проконтролировать? Довели его? Или он сам довел себя? Или он вообще сам себя не убивал, а его просто убили, а все это закамуфлировали под самоубийство? Настолько много всяческих тонкостей во всем этим, поэтому в каждом индивидуальном случае приходится разбираться отдельно, потому что под одну гребенку невозможно всех выстроить. И, конечно же, есть самоубийства, например, людей, которые пожертвовали своей жизнью ради жизни других. Бросился на амбразуру, например, человек, это самоубийство, но он герой. А церковь к этому герою как относится? Совершенно как к герою. Можно почитать? Да, и молятся за него. Нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Это евангельский текст. И на основании этого текста мы относимся к таким людям, которые пожертвовали своей жизнью ради жизни других. Казалось бы, самоубийство совершили, но к ним мы относимся как к высшей степени любви, как к геройству, в том числе и православной. Просто каждый случай получается индивидуальным? Очень индивидуальный, и в каждом случае отдельно надо разбираться и беседовать. Какой еще существует запрет поминовения, кроме самоубийцев? Кого еще не запрещено поминуть? Все, кто не крещеный, естественно, не поминают церкви. И все, кто самоубийцы, не поминают церкви. Вот, собственно, два пункта, о которых мы не молимся. Все остальные, они, за них молимся. Если человек не знал о таком запрете, но все-таки помянул и в записке, и свечку поставил, или делал это на протяжении, допустим, года, двух, а потом выяснил, что существует такой запрет, как быть в этом случае? Те, кто не знали, но как-то нарушили это правило, канон церковный, они должны на исповеди это сказать, и Господь им простит это по неведению, по незнанию совершенное такое вот согрешение. Кто такой дыхавник? Это, ну, прежде всего, священник, который духовно окормляет того или иного человека, на дух которого ориентируется тот или иной человек, который к нему ходит для окормления. То есть, он советуется с ним, он рассказывает перипетии своей жизни, он старается следовать его правилам, образу жизни в какой-то степени, насколько это возможно. Ну, допустим, если духовник монах, то, конечно же, мирские люди не становятся монахами, но все равно стараются как-то правильно этот дух в своих обстоятельствах житейских применять. То есть, духовник – это священник, на дух которого ориентируется духовное чадо. если случайно мы кого-то осудили, а уж тем более прокляли, то, конечно же, за это мы будем отвечать. всякое слово, сказанное во зле или в суе даже сказанное, оно идет нам в осуждение, поэтому обязательно это надо исповедовать, если такое произошло в жизни. и стараться прикусывать язык и больше, так сказать, не делать этого, тем более не проклинать. Потом, если проклятие сорвалось с ваших уст, значит, оно уже было в вашем сердце, значит, вы уже предуготованы были к этому, значит, вы привыкли к такому ходу мыслей, если это даже в словах уже выразилось, потому что, если нет такого внутреннего расположения души, то оно и в словах никак не выразится. Поэтому надо задуматься о состоянии души этого человека, который там или сквернословит, сидя за рулем там на других водителей, или там проклинает собственных детей, даже некоторые проклинают матери там или отцы, это приводит только к худшим последствиям. К лучшим последствиям в жизни детей приводит молитва родительские, а проклятия родительские еще хуже ситуацию усложняют. Если на исповеди этот человек забыл, не вспомнил какие-то свои грехи, возможно, не знал в детстве, будучи подростком, во взрослой жизни решил исповедоваться, не вспомнил, забыл, не рассказал. Когда человек исповедуется, то, конечно же, ему свойственно как человеку забывчивость. То есть он может забыть какие-то грехи и даже в течение всей своей жизни не вспомнить об этих грехах. Но здесь именно для такой ситуации Господь оставил нам отдельное таинство, таинство соборования, которое дает возможность смыть эти забытые грехи и за них не отвечать на страшном суде. Значит, если человек исповедовался, то он исповедовался в те греха, которые помнил. И те грехи, которые человек помнит, но не исповедует, соборование не снимает. Это лукавство уже человеческое, он начинает скрывать свои грехи. Он их помнит, но не говорит. Соборование снимает только те грехи, которые человек забыл. Это надо четко понимать. Значит, если после соборования или исповеди на душе легче не стало, о чем это говорит? Это говорит только о том, что не полностью душа раскрылась, не полностью покаялась и изменила свой образ мыслей, свой взгляд на жизнь. Потому что если человек покаялся, ему Господь простил эти грехи, но если он не изменил образ жизни и образ мыслей, то значит, он опять повторит эти же грехи. То есть, в нем остался корень этого сорняка невыдернутым. Верхняя часть растения, злостного растения была срезана таинством покаяния или соборования, а корни в сердце так остались. Эти корни продолжают разъедать сердце. Надо это полностью выдернуть. Тогда будет облегчение. Значит, есть такие грехи, которые, конечно же, оставляют рубцы на сердце человеческом. Ну, например, аборты у женщин. И, конечно же, после того, как женщина исповедовалась, покаялась в этом грехе, Господь прощает этот грех. Но шрам от этого греха остается как память и как напоминание женщине о том, что надо каяться всю жизнь в этом раскаиваться, чтобы Господь простил и на страшном суде не помянул этого. Потому что, конечно же, грех убийства, он тяжелый грех. А уж тем более детоубийство, и уж тем более его чреве, оно еще более утяжеляет все это. Но и унывать ни в коем случае не надо. Если тяжесть это лежит на душе, в этот момент, когда вы ощутили эту тяжесть, еще раз прочитайте про себя 50-й псалом, покаянный псалом, или хотя бы молитву матеря, Боже, милости, будем не грешному. Один, пять, десять раз повторите ее, на душе станет легче. Это совет Иоанна Кронштадтского, если на душе стало как-то, так сказать, пасмурно и какое-то неспокойствие в душе, прочитайте 50-й псалом, покаянную молитву и читайте, пока на душе не станет легче. То есть, тогда после этого покаянного состояния души благодать входит в душу и душе становится легко. Это единственный путь от плохого состояния души. Скажите, пожалуйста, а вот существуют молитвы от грехов? Есть множество молитв, которые, так сказать, специализированы под тот или иной грех. Например, молитва иконе Божьей Матери Непиваемой Чаши, она читается во время каких-то алкогольных страстей, наркомании и прочих таких зависимостей. Есть молитвы перед учебой, например, Духа Святого или преподобного Сергия Раднического. Есть молитвы во время болезней, великомученика Пантелеймона, есть молитвы мытаря, просто, так сказать, общие молитвы покаянные. Множество различных молитв, направленных, специализированных, направленных на то или на другое. Есть молитвы задержания, которые задерживают нападку. Батюшка, подскажите ваше отношение к аборту. Ну, конечно же, прежде всего, жалость к тем, которые так или иначе к этому пришли, к положению вещей. Дело в том, что любое убийство, оно, конечно же, убивает и душу того человека, который его совершает, а уж тем более матери своего ребенка. И, конечно же, жалость к таким матерям, не осознающим, что они делают, она здесь вот единственное чувство у меня вызывающее. Но сам грех достаточно тяжелый, и его, конечно же, надо в любом случае матери читать канон мученику Уару, читаемый в течение хотя бы 40 дней, который даст возможность душе материнской все-таки хоть как-то почувствовать благодать Божию, соприкоснуться с ней в покаянии. И аборт, хотя в мировой говорят, что еще неосознанно, так сказать, это всего лишь плод, там нет еще человеческих как бы качеств реакций, но все это, конечно, обман, и сегодняшняя техника позволяет даже видеть, как реагирует младенчик внутри утробы матери на то, что происходит в момент аборта, как он пытается закрыться, как он пытается отдалиться от этого действия, и это, конечно, ужасно, эти кадры, они просто, сердце крови обливается. Поэтому всем, кто даже мысль такую допускает в своей голове, всем советую ни в коем случае по этому пути не идти. Это такая тяжесть, которая создаст вам внутреннюю рану на многие-многие годы. Мертворожденные дети. Можно ли этих детей как-то поминать в храме, оставить свечи, там подавать записки? Те дети, которые родились во время родов и не были крещены, не успели их крестить, потому что они вот скончались, может быть, уже внутри утробы матери скончались, так называемые, выкидыши, там и прочие, там, недоношенные дети, они уже имели душу человеческую, но, конечно же, они не имели Духа Божия, даруемого в момент крещения. Поэтому и имени естественно на речь священник не мог, потому что таинство крещения не произошло, а имя нарекается в момент этого таинства. Поэтому упоминать в церкви мертворожденных детей по канонам не позволяется, но дома за них можно читать псалтырь, и это вполне допустимо. То есть ни свечи, ни записки? Ни свечей, ни записок, ничего в церкви подавать нельзя. Как вам кажется, почему Господь допускает выкидыши? Болезненная такая ситуация. Ну, конечно же, и по грехам родительским это происходит, так как в Библии сказано, грехи родителей на детях до седьмого колена. Может быть, даже не родители непосредственно, а бабушки или прабабушки виноваты вот в этом случае. И здесь винить кого-либо не стоит, надо просто поусерднее помолиться, чтобы Господь даровал вам ребенка. Мы не можем сказать однозначно, что это произошло по такой причине, или по такой причине. Причин огромное количество. Это начиная от того, что мама была, например, не очень, так сказать, аккуратна, подняла тяжесть там, или еще что-то произошло, пошло там отслоение, что-то там, еще какие-то болезненные процессы. И от этого до того, что какая-нибудь там дедушка или прабабушка разрушали храм Божий или были там каким-то расстрельной командой в ЧК. Столько всех всевозможных ответов можно здесь привести, что очень индивидуальный в каждом случае ответ будет. Что это такое понятие детский атеизм? Как поговорить с ребенком, объяснить, допустим, личный пример мне помогает, привести к вере? Надо всегда помнить, что веру надо закладывать с малолетства. Даже, я бы сказал, с внутриутробного возраста. Если мама причащается, будучи беременной, то она уже стоит на службе вместе с ребеночком. И уже ее причастие освещает, в том числе, и младенчика. И уже она воспитывает ребенка в православной вере. Он уже этим духом, так сказать, с ним сродняется, пропитывается этим духом. Поэтому, если родители спохватились ребенку уже 17-20 лет, они только начинают его выцерковлять, ну, конечно же, это, можно сказать, припозднились чуть-чуть. Очень трудно будет происходить процесс этот, и болезненно. Поэтому, повторюсь, чем раньше начинается выцерковление ребенка, тем лучше. Как выцерковлять? Прежде всего, своим примером. Папа, мама встают на молитву, и ребеночка хотя бы одну-две молитвы, чтобы он с ними прочитал, а потом пускай идет играть. Папа с мамой идут в церковь, и ребеночка берут с собой. Папа с мамой едут приложиться к святым мощам, и ребеночка берут с собой. Папа с мамой едут куда-нибудь в паломническую поездку или на святую землю, как гробу Господней и ребенка желательно. То есть создать среду обитания для ребенка православную. И этой средой он пропитается. Есть такое шуточное правило соленого огурца. Берется свежий огурец, помещается в рассол, и у него ничего не остается, как просолиться. Так и для ребенка. Если родители создали такую духовную среду православную, то ребенок обязательно будет пропитываться этой средой. В любом воспримет. И чем более среда духовная, тем более ребенок будет тоже пропитан этим духом. А если ребенок до определенного возраста верил в Бога, ходил в церковь, а потом подростковый эффект, и он перестал верить, отказался от церкви, и родителей не понимает, что в этом случае делать? Я вспоминаю такой случай в одной из больниц, я причащал бабушку 92-х лет, она рассказала свою историю. Я до 12 лет была верующей, ходила в храм, бабушка меня водила, я причащалась, потом стала комсомолкой, коммунисткой, директором института атеизма, не буду говорить где, вот, директором института атеизма, заметьте. И вот сейчас я, она в больнице увидела меня, священника, и позвала, чтобы я ее исповедовал, причастил. и вот сейчас я, вот после 12 лет, вот только сейчас я опять прихожу к Богу. То есть, этот период безбожий, он может быть дольше, или может быть короче, но те семена, которые в детстве заложили, они обязательно прорастут, особенно, если родители усердно молятся за ребенка. Не забывайте, что самый тяжелый возраст жизни для детей, это начиная с их переходного возраста с 13 и где-то лет до 25-30, когда сил много, желаний много, ум острый, а опыта, духовной мудрости и прочего нету. То есть, много искушений, а как с ними бороться, ребенок не знает. Конечно же, его начинают раздирать страсти, переданные по наследственной линии, или самим ребенком приобретенный. Конечно же, его начинают так сказать сверстники тянуть в разные стороны и бесы начинают на него нападать. И в этом мире защитить ребенка может только молитва родительская. Не забывайте, молитвами родителей строятся дома детей. Если вы это запомните, то вы будете знать, как сделать, чтобы дома, то есть судьба ваших детей все-таки строилось правильно, хорошо. Павелик, скажите, пожалуйста, можно просить у святых успеха карьерного роста или каких-нибудь материальных благ? Это разрешается или нет? Конечно же, у святых угодников Божьих мы просим у кого-то здравия, у кого-то так сказать в учебе успехов, у кого-то мы просим разрешения конфликтных ситуаций в суде, у кого-то мы просим помощи в поисках работы и чего мы только не просим у святых угодников Божьих и в этом нет никакого греха, мы должны их просить, как дети просят своих родителей, не задумываясь о том, пап, дай мне конфетку, пап, дай мне покушать, мам, дай мне попить, мам, там, я хочу в туалет, там, и прочее. Естественные процессы у детей мы, как родители, естественно, мы им помогаем и стараемся обеспечить. То же самое святые отцы к нам относятся как к детям, подрастающим. И, конечно же, когда мы у них просим, они нам дают, если это нам на пользу. Существует какая-нибудь единая, большая, мощная, исцеляющая молитва для больных? Ну, молитв, ну, такая, универсальная молитва нету. Есть молитва великомученику, целителю Пантелеймону в болезнях. Есть молитва Луке Война-Ясенецкому. Он тоже был целитель при жизни, архиепископ Лука. Крымский. Значит, есть другие какие-то молитвочки Господу или Богородице всех скорбящих радостей, например. И можно их все читать, можно выбрать ту, которая вам ближе. Но в любом случае надо молиться. И это всегда поможет. А есть какие-нибудь источники реально существующие, где можно установить о том, какому святому о чем молиться? Да проще всего, наверное, подойти к священнику и спросить у него, батюшки, кому мне молиться в той или иной ситуации. Потому что где вы эти источники найдете, насколько они будут правильно иметь источники, в интернете, которые будут искать. А интернет настолько сейчас каверзен, что могут мешать язычество с православием, с экуменизмом, с какими-то различными ересями, сектами. читает человек в интернете, что кому молиться в том или ином случае, там же ему предлагается сонник, там же ему гороскоп предлагается, там же ему предлагаются какие-нибудь экстрасенсорные там, так сказать, поддержки. Поэтому лучше к священнику прийти и у него все спросить. Батюшка, если, например, человек не знал, кому конкретно молиться, а помолился Архангелом Михаилом, это считается, что его молитва не будет услышана и помощь не будет оказывана? Но если человек помолился, скажем так, не тому святому или вообще Архангелу Михаилу помолился, хотелось, чтобы ему, так сказать, в здравии помогли, Архангел Михаил передаст, не переживайте, молитесь. Молитва в слух или про себя? Как правильно, как лучше? Значит, для новоначальных, для начинающих, конечно же, молитва в слух, хотя бы шепотом, потому что очень трудно сконцентрироваться. для дальнейшего роста духовного нужна молитва внутренняя. Вы, может быть, даже где-то уже слышали молитву устами, молитву умом и молитву сердцем. Три вида молитвы. В идеале, когда молится все естество человека, и уста, и ум, и душа. Вот это идеальный образ молитвы, к которому надо стремиться. Молитва своими словами допускается? Молитва своими словами допускается только в каких-то крайних случаях для какой-то конкретной цели. А основные молитвы, утренние и вечерние правила, от них отступать нельзя ни в коем случае, потому что эти молитвы созданы святыми отцами, которые уже вошли в Царство Небесное с помощью этих молитв. То есть, они уже проверены временем и, собственно, самим опытом этих святых отцов. И лучше этими молитвами молиться, потому что они еще, кроме того, что они выражают правильно прошение к Богу, они еще и правильно формируют вашу душу. Молитвенное правило, почему так называется именно правило? Слово правило из столярного искусства происходящее есть у стойлеров так называемое правило, когда нужно изогнуть, например, ножку, стула или еще какое-то изделие из дерева сделать. Они зажимают их в тиски определенной формы, и эти тиски изгибают дерево, и оно остается вот такой формы. Правило. Вот молитва утренняя или вечерняя, она точно так же исправляет нашу душу. Она, как вот эти тиски, она берет, и нашу душу, искривленную грехами, страстями и развращением мирским, она ее в этом правиле выпрямляет и убирает те раны, те грехи, которые мы набрали в мире. Ночь, напали грабители, насильники, забыл все молитвы. Что делать? Ну, самое простое, что делать? Вот, когда ребенка что-то такое пугает, он что кричит? Ой, мамочка, да, вот там. Он всегда первое это, мамочка, вспоминает. Богородица, дев, радуйся. Читайте. Богородица, дев, радуйся. Если страх какой-то обуял, вот руки крестиком сложите, нагрузите, как перед причастником. И читайте также Богородица, дев, радуйся. Матерь Божия вас защитит. А правда ли, что в течение дня нельзя много раз обращаться к Господу? Значит, некоторые люди в течение дня часто восклицают имя Божие, но восклицают его в суе. И, конечно же, это ни в коем случае недопустимо. Мы должны с благоговением произносить имя Божие, а не в суете мирской. Мы должны Господу испытывать любовь и выражать какую-то просьбу, а не просто заполнять пустоту фразы каким-то междометиям или вот этим восклицанием суетным. То есть мы должны разговаривать с Богом, но никак не заполнять пустоты. Зачем нужна исповедь? Исповедь – это одно из семи таинств, которые установлены Господом и о котором Он сказал, обращаясь к апостолу Петру, даю тебе ключи от Царства Небесного. То, что ты свяжешь на земле, то свяжется на небе. То, что ты развяжешь на земле, то будет развязан на небе. Вот исповедь – это развязывание на земле тех грехов, тех ошибок, которые мы наделали. Можно, так сказать, такое ли горе привести, это как ластик. Вот мы сделали домашнее задание, и там ряд ошибок допустили. Мы берем ластик, подтерли, и все чистенько стало. Вот этим ластиком исповеди мы можем подчистить всю свою книгу жизни. Многие люди не решаются на исповедь в силу разных обстоятельств. Есть стеснение, есть боязнь, страхи. Из-за этого не решаются на само таинство исповеди. Значит, если человек стесняется исповедаться, значит, ну, можно прийти с бумажкой, просто на бумажке изложить дома, написать кратко, все свои согрешения, сформулировать их, и дать батюшке попросить, чтобы он прочел. Потому что, ну, действительно, иногда очень тяжело высказывать свои грехи, вот такой стыд, как бы, возникает у человека, но это стыд неправильный, это стыд бесовский. То есть, мы должны исповедаться с внутренним таким чувством, как бы, чистоплотности, что ли. Если мы видим пятно грязи на своей одежде или на теле, мы же стараемся его побыстрее отмыть, очистить. Вот то же самое и на душе. Если мы видим пятно грязи на душе, естественное чувство чистоплотности должно нас сразу же привести на исповедь, чтобы этого петна не было на душе. то есть, стыд надо бороть тем, что ну ты же чистый сразу станешь, а значит тебя уже осуждать никто не будет. Скажите, в нашей стране огромное количество разведенных людей, они имеют какие-то отношения между собой, но при этом церковь называет это блуд. Есть каноны церковные, которые устанавливают таинство брака через седьмое одно из семи таинств – таинство венчания. И всякие отношения телесные между противоположными полами без венчания являются в той или иной степени формой блуда. Поэтому, конечно же, если вы хотите чистых отношений, богоугодных отношений, если вы хотите свой дом семейный строить правильно по законам Божьим, то, конечно же, надо венчаться и тогда все будет по-божьему. Если же вы хотите жить в сарае, извините, не в красивом доме, а в сарае, ну, тут уже каждому хозяин-барин, что называется. Кто как хочет, так и живет. Как быть разведенным людям, которые не могут ступить в брак или не хотят? Но при этом они же лучше, как быть. Значит, те люди, которые были разведены или сами развелись, то для них есть возможность второго венчания. То есть, они находят в себе нового, так сказать, супруга или супругу, расписываются с ним, берут благословение на второе венчание и венчаются, чтобы не жить в блуде им всю жизнь. Есть такая практика, разрешается второе венчание. Поэтому здесь надо человеку опять же серьезно подойти к своей жизни не тяп-ляп, не абы-как. Мне все устраивает, не надо ничего изменять. А все-таки как надо построить свою семью. Все-таки семья – это же дом не только для вас, но и для детей, и для внуков, и для правнуков. Не забывайте грехи родителей на детях до седьмого колена. То есть, за семь колен вы отвечаете. Батюшка, скажите, вот если, например, женщина захотела повенчаться, а муж против, как переубедить другого, что это необходимо сделать? Ну, как правило, здесь действует такой закон эгоизма, да, супруг побаивает соответственности, а вот мы повенчаемся, значит, я должен, так сказать, себя блюсти, быть, так сказать, настоящим пред Господом, супругом. А пока не повенчались, вот типа, все и можно мне, да, я как-то более развязно себя могу вести. То есть, такой вот ленность, эгоизм присутствует. И, конечно же, то, что это самообман, то, что человек так рассуждает, он сам не осознает, что он все равно отвечает за вот такой образ жизни. В любом случае, мужчина отвечает за то, что в семье творится. То есть, он глава семьи. По Божьему закону главой семьи является муж, а не жена. И если ваши, так сказать, взаимоотношения не освещены таинством венчания, то, конечно же, это в первую очередь отвечает муж. Но убедить его можно, конечно, не вот такими призывами, а я думаю, если у вас дети есть или вы хотите детей, то вы можете ему сказать, ну, ты же любишь наших детей и хочешь, чтобы у них судьба сложилась хорошая. Зачем мы им коверкаем судьбу, не венчаясь? Ведь они незаконно рождены пред Богом. Они рождены в блуде, без венчания. Соответственно, судьба у них будет намного хуже, нежели могла бы быть. Давай, ладно, если мы для себя не хотим венчаться, давай повенчаемся хотя бы для своих детей, внуков и правнуков. То есть, это тоже один из аргументов, который прислушивается мужчина. Вы только что сказали, что в блуде они родились, но если у нас, ну, грубо говоря, я понимаю, церковное от государственного отходит, если официально люди женятся, это все равно блуд для церкви? Если не совершено освящение брака таинством венчания, это все равно в той или иной степени блудное отношение. То есть, вся страна, грубо говоря, у нас? Ну, не вся страна, сейчас много венчается, много. Кроме тех, кто повенчался, то есть, все... Да. Батюшка, материальные блага даются Богом или Дьяволом? Материальные блага, они, конечно же, в руках Божьих. Другое дело, что князь мира сего сатана, и он может дать тому или иному человеку для его погибели какие-то средства. Ну, например, на наркотики, на алкоголь, как говорят, то он на выпивку всегда найдет. Вот эти блага, они идут, которые от беса, они идут всегда во зло. А те блага, которые от Бога, во-первых, они трудом зарабатываются, не воровством, не обманом, не какими-то другими Бога неугодными делами, а всегда богоугодными делами зарабатывают стильные блага. И поэтому они идут во благо этому человеку. То есть, как святые отцы нас учат, рубль, заработанный в поте лица своего, принесет больше пользы, чем тысячи рублей сворованных. Это тысячи рублей разрушит твою семью и много чего разрушит. Это все равно, что огонь принес в свой дом ворованные деньги. А вот заработанные деньги, они пойдут на благо и тебе, и твоим детям. Почечка, что такое старый и новый календарь? Почему они разнятся светские церковные? Значит, что такое старый стиль и новый стиль календарный? Григорианский, Ильянский. Значит, ну, понятно, что Ильянский это от Юли Цезаря, а Григорианский от Папы Григория календарь. Значит, чем они отличаются? Они отличаются 13 днями. Григорианский календарь, которым сейчас мы все полимся в смысле государственном, а церковный календарь – это Юлианский календарь, который пользуется церковь. Почему возникли эти 13 дней? Потому что при Папе Григории было уже разделение на православие и католичество, и для того, чтобы отделить паству еще и в праздниках, и в богослужениях церковных, было вот такое придумано искусственно новое, так сказать, деяние человеческое, Григорианский календарь, хотя научно обоснованно, на тот момент научно обоснованно, сейчас это опровергается наукой, астрономией, в том числе. Эти 13 дней, они были набраны в течение тысячи лет, с момента Рождества Христова, там, по минутам, как бы, в течение каждого года добавлялось, добавлялось, и вот посчитали на тот момент астрономы при жизни Папы Григория, что набралось 13 дней. За многие тысячи лет, за многие столетия. Соответственно, вот они изменили весь календарь, поэтому сдвинулись все церковные праздники, в том числе и Пасха сдвинулась. И что самое грустное, католическая Пасха, она иногда празднуется даже раньше Иудейской Пасхи, а это уже нарушение евангельского повествования, и это ни в какое, так сказать, ни в какие ворота не лезет, ни в коем случае нельзя нарушать канул событий евангельских. А вот июлянский календарь, он всегда Пасха после Пасхи иудейской. То есть он ничего не нарушает, и что самое интересное, сейчас астрономы говорят, что эти все минуты, секунды, которые тогда астрономы считали, это очень спорный вопрос, и в общем-то это не сильная правда. Кроме того, сейчас еще тысячи лет прошло после Папы Григория, значит, еще 13 дней надо прибавить. Уже на 26 дней значит надо разделять, а через тысячу лет и еще 13 дней прибавлять. Ну, то есть вы понимаете абсурдность. Я думаю, это неразумно. Батюшка, обнаруживается огромное количество возвращенцев, поселенцев, мы их называем обычно старобрядцы. Кто эти люди? Значит, ну, старобрядцы, они на Рогожской, например, есть у нас старобрядческий храм, есть и епископы старобрядческие, священники старобрядческие, то есть это церковь-сестра по, так сказать, сегодняшним нашим взаимоотношениям. Но есть различные течения старобрядческого толка, у которых нет священников, нет епископов, хлысты, молокани и прочее, которые совсем отошли от православия и там больше уже каких-то надуманностей и даже язычества, нежели христианской веры. Произошло это, конечно же, этот раскол на старобрядчество произошел в имя Алексея Михайловича, когда протопов Павакум повел за собой часть церкви, сопротивляющуюся на тот момент, как они озвучили, изменению православной веры. Дело в том, что в те времена решили подвести под одну канву, под один канон все богослужебные книги, которые у нас были, так как они переписывались от руки и было очень много ошибок в требниках, в богослужебниках и прочих, в прочей службенной литературе. какой взяли критерий? Естественно, греческий, потому что к нам пришла вера из Византийской империи, из Греции, оттуда пришли все богослужения, все книги, оттуда мы опять взяли для уточнения своих требников, служебников, оттуда взяли образцы. И когда это произвели, часть церкви не захотела вот эти уточнения признавать, и получилось вот это старобрячество и церковь патриархов. К сожалению, это было, конечно же, такое очень грустное разделение, потому что может быть, надо было как-то более мягко к этому подойти, чтобы не было таких вот разрывов болезненных, которые до сих пор ощущаются. Скажите, пожалуйста, каноническое православие с какой религией или религиозным течением максимально близко пересекаются и совпадают? По вероисповеданию это, конечно, католичество, если не считать его еретических отклонений. По тому, что мы верим в единого Бога, в него верят и иудеи, и мусульмане, единобожие. Но, наверное, собственно, и все. Остальные языческие верования очень далеки. А буддизм вообще безбожный. То есть он атеизм. Там нету Бога в буддизме. То есть его религии можно назвать достаточно, так сказать, условно. Какие животные по религиозным канонам могут содержаться в жилище, в доме? Сейчас многие удивляются тому, что оказывается, собаку в доме держать нельзя. Действительно, собака является не чистым животным, а кошка является чистым животным. Почему это так? Никто вам не ответит. Это просто данность, которую мы читаем в Ветхом Завете. Господь Моисею сказал перечень чистых животных и перечень не чистых животных, которые не должны жить вместе с человеком. Поэтому здесь мы должны соблюдать просто эту канул событий и все. То, что изложено в Священном Писании, проще всего на него опираться, ничего не выдумывать. А если вообще люди читают Библию, Евангелие и не понимают, что там написано, это должен священник им объяснить или есть литература, которая может объяснить простым языком? Некоторые задают вопрос, если я не понимаю тот или иной момент Евангелия или Ветхого Завета, как мне его понять? Во-первых, есть всегда священники, можно у них спросить. А во-вторых, есть литература, которая толкует все Священное Писание, то есть толковый Псалтирь, толковый Евангелие, толковый Ветхий Завет. Есть целый трехтомник Библии, которые просто такие три тома, и там вся Библия разложена просто по полочкам, и можно вплоть до названия растений, животных все прочитать. То есть толковые Библии. Возьмите, почитайте, очень все интересно. Скажите, почему вот раньше крестились двумя пальцами, а сейчас вот тремя? Значит, всегда крестились тремя пальцами, просто в некоторых временные сроки увидели, что на иконе изображаются как бы с двуперстием. На самом деле это не двуперстие, это священническое благословение. То есть вот видите, казалось бы, два пальца, но это священник или епископ складывает так вот руку для того, чтобы благословить, то есть перекрестить того или иного человека или пасту. И в этом сложении перстов заключается имя Христа, Иисуса Христа. То есть все буквы здесь в пальцах этих соединены. И те, кто не знает этой тонкости, они думают, а вот тогда на иконе два перста. Нет, это совсем другое. Тут дело не в перекрещивании. Священник же крестится тремя перстами, а благословляет вот так. И на иконах изображается именно благословение того или иного святого с иконы благословляющего. Он не крестится на иконе святой, он благословляет с иконы всех молящихся. В этом вот ошибка. Какие есть правила подготовки к причастию или правила поведения в храме? Ну, конечно же, первое всего мы должны выглядеть благопристойно, без оголений различных телесных, женщин без брюк, без помады, без всяких прочих мирских, так сказать, прелестей в кавычках. И подготовка к причастию она заключается в чем? Во-первых, нужен пост. Что такое пост, я думаю, все знаете. Это вкушение постной пищи. Ничего из пищи животного происхождения человек не вкушает только постную пищу. Второе, значит, это чтение молитв ко святому причащению. Это тоже подготовка входит. И третье, это подготовка исповеди. Вы приходите потом в храм и эту исповедь священнику рассказывайте. То есть, мы очищаем тело постом, душу молитвами и покаянием. И после этого очищения, в этом подготовка состоит, мы принимаем в себя тело и кровь Христова. Это причастие. Вот так мы готовимся. И, конечно же, первое, что должно нас войти в день причастия, это само причастие. Ничего мы внутрь себя не принимаем перед причастием. С 12 ночи до момента причащения ни глотка воды, никакой сигареты себе допустить нельзя. Уж тем более кушать ни в коем случае нельзя. То есть, это и есть такая подготовка к причастию. Как понимают слова Иисуса «разрушу храм рукотворный, воздвигу храм не рукотворный»? Нет, Господь сказал по-другому «разрушьте этот храм рукотворный и я его воздвигну в третий день». Он говорил о теле своем, он говорил о воскресении своем, то есть, он не говорил о том, что вот разрушу это, потом это. Речь о конце света ведет Иоанн Богослов в апокалипсисе, что этот мир весь огнем очистится в конце времен. Ну, представьте, сколько мусора накоплено в этом мире, сколько болезней, сколько там ненужных вещей. И когда человечество закончит свой естественный срок проживания в этой школе, планета Земля это наша школа, когда она ее всю изгадит естественно, потому что мы видим, как это происходит на наших глазах. Это экология, это природа, это различные человеческие взаимоотношения, это и войны, это и прочие грехи, значит, духовное осквернение происходит планеты, естественно. Вот это все Господь очистит, если в Ветхом Завете Он очистил это все водой, потопа, великого потопа, то в конце времен Он очистит это все огнем, все сгорит, и потом Господь сотворит все заново, весь мир будет обновлен и будет еще краше, чем сейчас. В апокалипсисе сказано такая фраза «Коль не холоден, ты не горяч, так изверю тебя из уст своих». Да? Да, есть такая фраза «Так как ты не холоден и не горяч, я извергаю тебя из уст своих». То есть Господу не угодно тепло-хладность, равнодушие не угодно Господу. Сейчас модное слово такое «толерантность». Вот если толерантность переводится как равнодушие, то это неугодное Богу состояние души. Господь отвергает всякое равнодушие, Он говорит «Был бы ты холоден или горяч?» То есть если да-да, нет-нет, тогда можно с тобой общаться, можно тебя как-то переубеждать, можно приводить факты, то есть можно с тобой выстраивать взаимоотношения. А так как ты ни рыба, ни мясо, теплохладен, как тебя переубедить? Тебе всё равно, ты вообще не реагируешь на слова Божие, поэтому извергаю тебя из уст своих. Вот это состояние человечества в последние времена будет таким основным, то есть людям будет всё равно на духовность, на что-то, лишь бы были телесные блага, а всё это им будет совершенно неинтересно и ничего люди не будут желать достигать в духовном плане, то есть будут равнодушны к этому, поэтому Господь их отвергнет. То есть нужно иметь какую-то определенную позицию? Позиция необходима, но она должна быть какой? Она должна быть разумной, не безумной позицией, то есть Господь так и говорит, ищите и дастся вам, то есть проявите свою энергию, не будьте равнодушны, ищите, стучите, и вам отворят. Просите и дастся вам. Поэтому вот это все в совокупности надо воспринимать, если мы живем в этом мире и задаем себе вопрос о цели жизни, как мы появились, куда мы идем, что будет после нас, мы должны дать ответ на эти вопросы самим себе, найдя эти ответы у Бога. Если мы не ищем ответов на эти вопросы, а ищем только пивка, там, футбольный матч посмотреть, еще чего-то, конечно, Господь нас отвергнет. Ломаются иконы, выгорают свечи, атрибутика вся церковная. Куда ее девать, что с ней делать? Ее же нельзя вроде как выбросить. те святыни, которые пришли в какое-то неподобающее состояние, их уже невозможно по той или иной причине восстановить, их, конечно, надо сжигать в чистом месте, их нельзя выбрасывать в мусор, в какую-то канализацию или еще что-то. Их надо вывести, например, на дачу или, в крайнем случае, если это какая-то иконочка, рассыпавшись, принести в храм. И здесь уже мы сами ее утилизируем с благоговением и чистотой, чтобы она не была осквернена, а просто превратилась, так сказать, в Божие какое-то минимальное состояние вещества. Ну, то есть сгорело, пепел, у нас есть специальный святой колодец, куда все это опускается. Скажите, а мы можем вообще спорить и переубеждать кого-то о вере и осуждать Господа за то, что Он что-то нам не дал? Некоторые говорят, что в споре рождается истина, что надо спорить, надо кого-то даже осудить и роптать, а иногда говорят, что Господь такой вот какой-то кочунственной мысли, Он не прав, что Он допускает то или иное, Господь, как это возможно, так мы это даже представить не можем. Конечно же, во всем этом есть гордость человеческого ума. Спорить с Богом, тем более роптать на Него или осуждать Бога, это безумие. Как можно спорить с тем, который управляет стихиями и весь всем этим миром управляет, а мы кто такие, чтобы с Ним спорить? Мы живем-то там всего-то ничего, там 30-60 лет, а Он вечен, Он вообще вне времени живет. И, конечно же, мы только по гордости своей и по своему недоумию, так сказать, малоразумности вступаем в спор с Богом. С людьми спорить можно только в тех случаях, когда вы видите, что это приводит к пользе либо этого человека, с которым вы спорите, либо людей, которые слушают ваш спор. Если вы видите, что это спор ради спора, то есть такое вот азартное времяпровождение, лучше не спорить, сказать, вы знаете, у меня свое мнение по этому вопросу, я с вами на эту тему говорить не хочу. Это проще и это лучше. Всегда помните, что слова это серебро, а молчание золото. Это проверено столетиями и то же самое сейчас это также актуально. Продолжение следует...